Итак, вчера мы закончили на том, что разобрали вагнение Суцкого в модели снижения запаса. В отличие от классической теории потребительского поведения, где у нас было два эффекта, эффект дохода и эффект замещения, в случае начального запаса появляется третий эффект, который в раз и называется эффектом начального запаса. Но напомню, что эффект замещения связан с тем, что мы переходим на относительно подешевшие товары, когда разворачиваемся бюджетные ограничения, если товар дешевеет, то ограничения становятся более пологими, а мы переходим на подешевевшие товары, чтобы покупать большее количество, в случае переход в точке А и в точке Б. Далее, эффект дохода связан с тем, что у нас на самом деле разворот был не в точке А, а в точке головой доски слева наверху, поскольку никакого изменения дохода ранее у нас не предполагалось, и мы переходим на максимальную точку БЦ, это эффект дохода. Человек при удешеврениях от товара становится более богатым, а человек при удорожении какого-то товара становится более бедным. Однако в модели с начальным запасом возникает третий эффект, и он действует к противоположной эффекту дохода, поскольку на самом деле мы предполагали, что есть некоторый начальный запас, и доход это не с неба спустившаяся величина, а возможность продать этот начальный запас, а если товар дешевеет, то в том числе мы можем продать его за меньшую сумму. И, соответственно, от точки С до точки Д у нас идет уменьшение дохода, связанное как раз с снижением цен. Вот в теории записываем все формулы, включая последнюю формулу и загретьем. У нас, в принципе, похоже на классическое уравнение с русского. Средственно, в отличие, мы рассматриваем не стратудный объем продаж товара номер один, а разницу в первую употреблении и начальном запасе. Раньше у нас никакого начального запаса не было. Попробуем то же самое сделать на чистом примере. Чистный пример фактически из Риккардо. Он всегда любил сравнивать с англичанами, португальцами, с англичанами, которые производят сукно, и португальцами, которые производят вино. В данном случае у нас будет два товара. Вино и сукно. Вино стоит изначально 3 фунта за бутылку, потом его цена уменьшается до дуны. Сукно стоит 1 фунт за метр, но и есть начальные запасы. Некий переключательный предприятий имеет изначально 12 бутылок цена и 84 метра сукно. Соответственно, если мы переведем это все в численную форму, мы можем посчитать, каков доход данного индивидента. М. Из чего складывается? Из того, что он по 3 фунта может продать 12,7 метра сукно, и по 1 фунту 84,7 метра сукно. 36 плюс 84, получаем 120. Значит, вот эта первоначальная точка начального запаса, начальный запас бутылевая, которая лежит на достаточно крутом ограничении, она соответствует уровню дохода равному 120. Понятно, что это не оптимальный набор потребления. Если у человека есть некий начальный запас, он пытается с помощью обмена, мы рассмотрим модель обмена, то есть то же самое, модель продажи данного товара и покупки второго товара, он пытается увеличить свою полезность. Таким образом, на вот это вот крутое ограничение, которое изначально у нас присутствовало, он даже его, как я иди, завал, пронесал их на доске, товар X1, товар X2, и ограничение достаточно крутое, которое у нас соответствует к высокому уровню цены товара X1. Есть начальный запас, но есть точка, где кривая безразличия касается бюджетной линии, вот эта вот точка A, это его оптимальная потребительность. Как найти этот момент? Классический Кобом Дуглас уже во всех задачах встречался, и, соответственно, мы всех хорошо помним, что бюджет делится в соотношении 1 к 1, если функция полезности, если множество на или. Ну и, соответственно, 120 фунтов делится по 60 на каждый из товаров, мы покупаем 20 узлов вина и 60 метров сукна, что означает продажу сукна, у нас объем отговорения сукна уменьшается со 74 до 64 метров продали, означает на 12,64, мы перешли в точку A, где вина больше, а сукна больше. Полезность этого набора максимальная среди вас. Что мы делаем дальше? Вот это то, с чего бы начиналась задача на эффект дохода и эффект замещения в классической постановке, что опять-таки мы его вырешали и даже писали контрольную роботу. Мы берем и разворачиваем ограничения в точке A, вот в этой оптимальной точке A, которая была при старом соглашении. Тебе новое соотношение цена вина уменьшается, ограничения становятся более полотненькими. И мы смотрим, а при каком доходе у нас в точности кленовых ценах доступен набор товаров A. Это точка B, в данном случае точка Слудского. Ну, аналогично мы могли бы посмотреть точку Хиггса, просто чуть пословнее было считать, мы проверили по новым ценам ограничения, которое касается новой, которая касается в этом тревоге зоны. Итак, точка Слудского В, доход в ней составляет уже другую вещь. Вино стоит 2 фунта. При этом у нас потребление в точке A 20, соответственно, 2 уменьшает на 20. плюс у нас по фунту продается зоно, которое у нас 60. 2 уменьшает на 20, 40 плюс 1 уменьшает на 60, получается 100. Значит, реальный доход по новым ценам в точке A, то есть, соответственно, и в точке B, которая является здесь оптимальной, составляет 100 фунтов. опять-таки, мы делим его пополам. 50 на 50. Отсюда X1 равняется 50 разделить на 2, новая цена у нас 2. Здесь у нас потребляется 25 фунтов. При этом 50 фунтов может быть 50 фунтов. Это новый потребительский вопрос. Наилучший при новых ценах. что мы делали дальше? Раньше мы предполагали, что у нас тот доход, который был, все-таки он остался первым. У нас не изменился доход, у нас не стало 100. А какой доход был? Доход был 120. соответственно, 120 соответствует вот этому ограничению. То есть, разворот происходил бы не в точке A, извините, не в точке W, а в угловой точке. То есть, если у человека есть фиксированная сумма денег, и она никак не связана с начальником запаса, просто он заработал за счет чего-то еще 120. тогда поднижение цены оно позволяет, в принципе, по-прежнему купить 120 метров суртан. Ничего ему не мешает. Вы нам позволяете купить 60 бутылок вина. Ничего не мешает. И мы смотрим эффект дохода, как расстояние от точки B до оптимальной точки на вот этом самом высоком ограничении. Точка C. Как ее найти? Опять-таки, стандартно. У нас имеется 120 пунктов полезных. В данном случае мы для максимализации полезности делим эту сумму пополам. По 60 на каждом из товаров. Отсюда X1 равняется 30, X2 равняется 60. То есть, точка C это 30. 60. И вот на этом раньше у нас задача заканчивалась. Но теперь человек становится более бедным за счет снижения цены, потому что у него не номинальные вот эти деньги присутствуют 120 пунктов, а эти деньги он получает за счет продажи того начального запаса, который у него имеется до выхода. Какая у него сумма теперь на самом деле имеется? немножко D итоговое решение. А на самом деле у него было 12 пунктов вина, которые он может продать, я не по 3, а только по 2 пунктов. И 84 метра сукна, которые он может продать по 1 пунктов. 24 плюс 84 мы получаем 108. его доход, причем здесь это не гипотетический доход, который связан с разворотом в точке А, того значения у нас на самом деле в реальности не было. А здесь это реальные деньги, которые он не смог получить из-за того, что один из продуктов из его корзины, который он произвел, этот продукт, он сократился по цене. То есть у него было 12 пунктов плена, которая на доллар, на фунт подешевела. Что это означает? Что вместо 120 у него осталось всего 108. Но эти 108 фунтов на самом деле по прежнему соотношению 1-1-1 по 54 на каждой из товаров, соответственно x1 равняется 27, ну а x2 равняется 54. То есть реальное ограничение, что вы знаете, совсем реальное ограничение, окончательный выбор того самого живого потребителя. Это все-таки не точка c, это точка d, которая чуть-чуть движется в обратную сторону. Соответственно, что мы видим с эффектом? У нас начальное потребление было потребление а, конечное потребление потребление d. И, допустим, если мы интересуемся, то, как бы появилось потребление, по первому товару поведу, оно увеличилось с 20 до 27. За счет таких векторов у нас есть первый эффект, эффект замещения, эффект замещения равняется 5, как delta xs. Второй эффект от 25 до 30 b, c равняется 5. Это delta xs. Эффект дохода. cd равняется минус 3. От c 30 до d 27. Это эффект начального запаса. delta xs. bd. И вот этот третий эффект немножко возвращает нас на. вот получаются те же выкладки, которые были выведены вчера в теории на конкретном числе. Ну а оставшиеся 6 лекций мы посвятим различным приложениям. Ну в основном как раз модели с начальным запасом. Собственно к ним и переход. Есть достаточно обширный раздел экономики, самостоятельная тематика, самостоятельный предмет во многих вузах изучается лэбээкономика труда. Где в частности выясняется как различные изменения на рынке, изменения зарплаты, изменения предложения труда, изменения чего-то еще как государство может регулировать этот рынок. Вот на что это влияет и что мы будем ожидать в равновесии. Как будут подобные изменения смотреть работодатели, как рабочие захотят ли взять и уволиться или наоборот будут работать с утром ночью. Вот в данном случае для предложения труда мы можем рассмотреть вот этот вот самый вопрос. Итак, рассматриваем некоторого индивида, который теперь не просто с неба опять-таки имеет доход R, M, как было у нас в изначальной модели, и даже с неба имеет некий начальный запас товаров, который опять-таки тоже непонятно откуда получит, но он его продает. В данном случае у него на самом деле есть две составляющие в доходе. Доход R это действительно тот самый старый доход, который получается слева, мамная небесная. Это может быть банковский процент, если человек трансьера, у него есть какой-то банковский счет большой, с него идут проценты, он на эти проценты может полностью или частично жить. Если повезло, есть, пожалуйста. Во-вторых, у него может быть рента, у него может быть какая-то собственность, скажем, квартира вторая, которую он сдает и получает какую-то сумму и никоим образом это не связано с трансфер со стороны государства. Стипендии, пособия, пенсии, если человек пенсионер и так далее. То есть вот эта сумма не связана с тем, что человек работает. Соответственно, эта сумма равняется тем. Эту сумму человек может тратить на потребление некоторого композитного товара, здесь мы не рассматриваем огромное множество различных товаров, есть просто суммарное потребление С, и цена этого композитного товара обозначена как П. Ну, собственно, это характеристика уровень цен. На предыдущей неделе разбирали индексы цен, понимаем, что цены на каждый товар меняются независимо от каких-то других, но мы можем просчитать какую-то среднюю характеристику, мы понимаем, что если цены растут, если инфляция в стране есть, это просто не означает, что абсолютно на все товары цены увеличились и увеличились в одинаковые правды. Вот нам случится С композитный товар и П его некая агрегированная цена. Что тогда получается? Тогда получается, что С равняется М деленное на П это та величина композитного товара, которую мы можем потребить, если потратим все деньги. То есть, по сути дела, это начальный запас вот того самого композитного товара. Вот есть у человека всех вот этих нетрудовых доходов не связанности с его работой в основном местом допустим там 20 тысяч. Есть какая цена композитного товара вот в каком-то количестве, сколько потребительских корзин, допустим потребительская корзина минимально стоят 10 тысяч, ну вот две потребительских корзины в состоянии на эти деньги. Но это не единственный способ заработка. Есть еще ставка заработной платы W и по этой ставке мы можем работать какое-то количество времени. L это количество часов, сколько мы в неделю или в день будем купить. Например, мы возьмем посуточное значение. Что у нас тогда получается? Тогда у нас получаются расходы на композитный товар. B умножить на C. Опять-таки мы говорим, что у нас рациональный потребитель, поэтому он тратит все деньги на этот товар. Он не рассматривает вариант выкинуть через денег мимо такого будущего в этой потребитель пока не так полагается. Соответственно, это расходы на композитный товар. А доходы, которые на него потратятся, это R плюс W A. Собственно, следующая стаканка начинается. Как мы можем преобразовать вот это упорожение? Мы можем взять и во-первых W A перенести в евро часть P C минус W A равняется кем. Вот все вроде как хорошо, да? Ограничения бюджетные у нас есть два товара. Есть композитный товар, который мы покупаем и есть труд. Но для ЖВАКа в данном случае мы видим здесь отрицательное ограничение. В принципе хотелось бы как раз тратить поменьше времени на зарабатывание денег, но не получается того, что человек может быть недостаточно средств для удовлетворения его возрастающих потребностей. Вот эта отрицательная величина, то, что труд является антиблагом для человека, мы можем взять и изменить, приведя модель не к понятию труда, а к понятию оставшегося свободного времени. то есть у нас есть величина R. R это время остающейся науке. Это всего перед чертой например 24 часа в сутки из них какое-то количество человек трудится, ходит 8 часов на работу, соответственно у него в 16 часов остается на сон, на еду, на развлечение и на что-то еще. А если человек работает не по 8 а по 16 часов в сутки, тогда у него свободного времени совсем не спать не придается, говоря уже параллельно и другие составляющие вазу. Соответственно мы берем и подставляем в эту модель величину R. Что у нас тогда получается? Ну во-первых мы можем добавить и слева и справа дубль V и здесь и здесь здесь. и тогда у нас получается слева P умножить на C плюс W и заметно у нас получается L чертой минус L а мы это величину обозначим как R и равняется M плюс W на L чертой вот теперь уже похоже на те выражения которые мы записываем как это можно интерпретировать но опять P C это те расходы которые он несет потребление W на R это собственно альтернативные издержки то есть если человек отдыхает это не означает что он тратит только деньги непосредственно он в это время не зарабатывает он мог бы за час получить 500 рублей а он в это время управлялся в диване естественно есть альтернативные издержки и то что он просто пролежал на диване и если вдруг он не получил никакого удовольствия это на самом деле для него опыт то есть он от отдыха должен получать какое-то удовольствие средства W на R это те расходы на отдых которые как раз связаны что время тратить на отдых а не зарабатывать что у нас в правой части в правой части у нас доход причем ровно в той концепции начального запаса которая у нас была в предыдущей тени R это тот доход который получается свыше всех прочих составляющих W и чертой это соответственно заработная плата которую он мог в принципе заработать за 24 часа вот получается такая манда нет я подтверждения то что досуг это нормальный товар но можно конечно здесь чуть-чуть посомневаться у кого-то может быть иная составляющая но довольно много исследований проводилось по разным странам ну например как мы можем это выявить что при росте денежного дохода ну например человек выигрывает в лотерею главное чтобы это не было связано с заработной платы а просто измени упало вот человек выиграл в лотерею в среднем победители больших сумм лотерею начинают работать в лотерею почему потому что у них теперь есть деньги они могут работать в том количестве времени какое хотят а не столько сколько им до этого приходилось чтобы заработать более-менее сносно и тогда у нас получается вот если мы особенно посмотрим на первые две строчки что должно быть монотонная зависимость количества труда от уровня заработной платы ну вот возьмем ситуацию когда заработную плату увеличивают W растет но это означает что альтернативные издержки отдыха становятся выше то есть раньше у человека не было заработной платы высокой он получал по 100 рублей в час и естественно он спокойно мог где-то пролежать на диване и особо беспокоить что у него деньги этим не зарабатываются а вот если он зарабатывает по 1000 рублей в час то наверное для него уже каждый час времени это какая-то значительная сумма и просто так он время тратить не будет соответственно эффект замещения досуг становится относительно более дорогой и это означает ну как всегда смотрели если какой-то товар дорожает его потребляют меньше то есть в досуге в данном случае человек за счет эффекта замещения хочет потреблять еще второй эффект дохода тоже увеличивается цена досуга соответственно один из товаров которые он потребляет становится более дорогим если какой-то товар становится более дорогим то человек в принципе становится более бедным соответственно это приводит к дополнительному сокращению спроса досуг и это вроде как должно приводить если мы забываем продающий причин запас что чем выше заработная плата тем меньше человек отдыхает причем ну так скажем это будет происходить при абсолютно любых уровнях таков ну на самом деле в какой-то степени и при каких-то условиях это выполняется но когда выполняется когда человек начинает зарабатывать там с маленькой ставки ну до какой-то относительно высокой то есть повышение заработной платы приводит к тому что это повышение заработной платы заставляет человека работать больше и больше ну собственно человек реагирует на стимул если ему повышают заработную плату он готов к тебе работать больше но вопрос до какого эффекта ну хорошо заработная плата 1000 рублей в час 5000 в час 10 тысяч в час что означает что если он поставит миллион он вообще не будет отдыхать абсолютно никогда ну вроде как жизнь людей которая зарабатывает очень много это не подтверждает с другой стороны мы не можем говорить что люди которые заработали миллионы миллиарды они все такие нерационалы и они ничего в этом не смысят то есть вроде как глядя на их жизнь иногда можно сказать что вполне и понимая что делают и собственно ведут себя так как им было бы правильно поступать с точки зрения максимизации их полезности то есть они не работают с утра до ночи несмотря на то что они свои капиталы с чем это связано а это связано как раз с эффектом начального запаса то есть растет стоимость начального запаса если человек зарабатывает по часовую зарплату все больше и больше и больше значит у него увеличивается вот эта вот правая часть 24 часа в сутки все это есть всегда если у него заработная плата очень высокая то правая часть тоже будет очень высокая и вот от этого а мы как посмотрели на предыдущей картинке эффект начального запаса он действует против направления эффекта дохода и если эти два эффекта у нас работали в сторону того что повышение зарплаты приводит к тому начинает больше работать то последняя составляющая движется в противоположном направлении и в некоторых случаях как раз при очень высоких уровнях дохода она может перебить не только эффект дохода но и эффект замещения что собственно мы пробуем показать на картине кривая предложение труда и как она выводится из уравнения с луцкого опять-таки уравнения с луцкого у нас для модели изначального запаса но в данном случае обозначения чуть другие изменение количества отдых которые человек готов потреблять при данном уровне зарплат дельта r изменение заработной платы w ну и складывается оно из чего складывается изменение количества из эффекта замещения дельта r и из совокупного эффекта дохода и начального запаса дельта r m деленное на дельта m изменение дохода сколько у нас пишется r чертой минус r где r чертой как раз максимальное количество отдыха которого человек может получить то есть если человек не работает вообще у него все 24 часа совпадают с временем отдыха то есть r чертой совпадает с r чертой ну а реальная глуборка у него равняется r заметим r чертой минус r всегда положительна человек даже который работает отдыхает очень много и работает очень мало все равно 23 часа отдыхает r 24 минус r 24 минус r 23 получаем что величина реального времени работы она по крайней реакции величина дельта r деленная на дельта m если человек становится более богатым он начинает больше отдыхать вот это вот здесь сказано а вот дельта r с деленная на дельта w эта величина отметительна потому что если зарплата увеличивается альтернативно издержки отдыха увеличивается человек старается отдыхать старается больше заработать то есть эффект замещения и вот этот совокупный эффект дохода и начальника чем выше предложение труда и ниже время досуга тем больше второе слагаемое в равнине с луцом и высшая вероятность смены поведения когда у нас второе слагаемое перебьет первое тогда тогда у нас какая-то из этих составляющих либо r4-r либо дробь оказывается достаточно большой то есть если r4-r близко к нулю тогда влияние практически не оказывает того слагаемого а когда r4-r будет приближаться к 24 часам то есть человек работает близко к 24 часам понятно что это религиознаг будет очень серьезно наверное ровно поэтому никто не работает 24 часам хотя нормально устроиться в это место не знаю сколько времени на выживание существовало картинка которая это демонстрирует у нас есть три ограничения бюджета давайте посмотрим какое ограничение соответствует какому уровню заработка на клон ограничения у нас минус W умножить к 2 что это означает что чем более половое ограничение тем ниже уровень заработной планы вот грезильевский случай когда мы вообще почти ничего не зарабатываем вот есть начальный запас начальная точка через которую все эти кривые проходы вот если у человека вообще нулевая ставка заработной платы что это означает что он не может увеличить потребление цель товара ни при каком количестве работ он может работать хоть круглосуточно 300-600 в сутки но у него объем потребления остается нежным он может потребить только ту сумму начального запаса а если человек начинает зарабатывать у него какая-то заработная плата появляется то что маленькая заработная плата он работает левая часть графика это означает что он работает 24 сутки здесь ось отдыха соответственно здесь у него отдых 24 сутки работы ноль а если мы эту ось представили как ось труда то соответственно если он работает 24 если он отдыхает 24 сутки то он 24 если он отдыхает ноль значит он 24 сутки 1 ну вот у него маленькая зарплата у него увеличивается потребление дальше зарплата увеличивается у него возможность потреблять становится еще и так далее чем выше заработная оплата тем выше объем подопления ну и в пределе если мы рассматриваем каких-то миллиардеров владельца ураха баффета и денежного владельца амазона который на первое место вышел по своим капиталам ну понятно что если у них такая высокая заработная оплата то соответственно их потребление уходит вверху за так бесконечно то есть в пределе можно наблюдать какую-нибудь картинку которая почти вертикальная и что получается у нас получается оптимальный выбор потребителя для разных уровней заработной платы чем более крутое ограничение тем больше заработной оплата где находятся эти точки ну заметим что они расположены как-то не монотонно это связано ли с каким-то особым видом предпочтений то есть может ли быть такая картинка для функции Коба Дугласа ну например функция Коба Дугласа когда просто x на y вот оказывается что даже для x на y мы можем наблюдать что-то подобное ну понятно что если кто помнит где находится оптимум для функции Коба Дугласа x на y на графике ровно посередине то есть у нас бюджет делится пополами на самом деле это означает что на каждый из товаров потратим половину сумму от нас максимальное потребление соответственно пополами будет потребление товара x и пополами от максимум будет потребление товара таким образом если мы продолжим все эти ограничения вот у нас низкая зарплата где оптимум будет на низком уровне зарплат посередине здесь оказывается при низком уровне зарплата чтобы ему выжить и получить нормальный уровень жизни ему нужно работать не 24 часа а здесь наоборот получается картинка по r так ему нужно находиться правее чем вот эта вот точка что это означает это означает что ему вообще не нужно работать ему платят слишком мало то есть понятно что он не может таким образом поступать но ему как рациональный агент в данном случае поступает если он предлагает зарплату 10 рублей в час но у него есть какой-то начальник запас там ему пособие будет платить он говорит зачем мне такая работа я не буду работать вообще слишком мало дальше увеличивается уровень заработной платы у нас ограничение становится чуть более крутым и мы серединку этого ограничения уже рисуем где-то вот здесь дальше еще более крутое ограничение серединка переходит сюда то есть видим что та часть которая уходит вниз она достаточно маленькая поэтому мы все время уходим уходим вверх но если мы смотрим какие-то большие ограничения достаточно крутые где находится на крутом ограничении вот где-то здесь а если мы посмотрим почти вертикальное ограничение то середина могут находиться в какой-то вот такой уровень то есть вот даже на этой картинке здесь я не вымерял одинаковые отрезки но могут оказаться так что при низких зарплатах у нас точка в правой стороне дальше при повышении зарплаты мы начинаем работать больше точка в соответствует большему уровню часов работы а если у нас продолжает увеличиваться ставка заработной платы то мы снова сокращаем объем потребления такая вот плакая работа таким образом мы можем взять и эту картинку перевести в другие координаты где у нас зависимость количества часов труда от ставки заработной платы первая точка точка а у нас низкий уровень заработной платы полога ограничения и достаточно низкий уровень количества часов работы если у нас в точке б уровень заработной платы оказывается выше мы переходим влево поскольку у нас это ось соответствующая количеству часов отдыха мы отдыхаем меньше зарабатываем деньги работаем на работе средства у нас количество часов труда оказывается больше точка b находится выше чем точка e ну понятно что здесь не будет таких совершенных изменений чтобы уходить влазу на работе здесь не получился вариант чтобы локер отказывался работать при выженстве ставки вполне может быть но такая картина здесь помогает при переходе в точку c у нас точка касания снова находится правее то есть мы отдыхаем больше зарабатываем деньги меньше количества то есть количество часов труда у нас становится видимо и вот получается такая полосовообразная картинка мы видим сначала рост количества часов труда а потом уменьшение то есть через эффект начального запаса вот первоначальный абсурдный вывод что чем больше ставка заработанной платы тем больше человек будет работать всегда при любых ставках заработанной платы она на нас вообще берет и исчезает запас получается точка максимум еще одно приложение модели с начальными запасами модель межвременного зуба до этого мы считали что будущего вообще нет то есть мы все потребление имеем и получаем и зарабатываем все в один период и мы не можем например разберегать средства мы не можем наоборот занять если у нас средств недостаточно но в жизни это как правило не так то есть можно если у нас сегодня доходы маленькие попробовать занять средств для того чтобы увеличить сегодняшнее потребление но потом придется отдаваться давать как правило с процентами ровно наоборот если у нас сегодня денег достаточно много мы не хотим увеличивать потребление мы можем заберечь чтобы в будущем это потребление увеличить и выровнять например уровень благосостояния в течение своей жизни. Есть теория жизненного цикла, когда люди в молодом возрасте сначала живут за счет кредита, собственно, они устраиваются на работу, зарплата у них еще не очень высокая, а жить где-то надо. В многих странах не принято родители, скажем, либо жить, либо просить у них денег на квартиру. Они просто берут ипотеку и, соответственно, расплачиваются в те годы, когда они получают высокую заплату. Уровень жизни у них постепенно увеличивается, они расплачиваются за вот эти вот кредиты. Что они после этого начинают делать? Они начинают копить на безыбедную старость и соответственно, когда они выходят на пенсию, у них есть какой-то счет, где круглая сумма денег, которые они могут дальше потратить и много свободного времени поездить, панируя и так далее. Совместно, вот эта вот модель рассматривает межременный выбор между двумя периодами. Простойшие варианты, какие-то два периода. М1 и М2 это доход потребителя в двух периодах, то есть доход сегодня и доход в следующем году может для потребителя отличаться. И, соответственно, он эти деньги как-то перераспределяет, потребляя в первом-втором периоде соответственно, объемы С1 и С2. Первый вариант. Если у нас банковская система и возможность перераспределять деньги через банки или какие-то другие финансовые инструменты полностью отсутствует. То есть нет возможности занимать и нет никакого процесса. Что тогда получается? Тогда у нас получается вот то самое жесткое ограничение на объем потребления. Если у нас первоначальный доход М1 в первый период достаточно небольшой, мы потребить больше, чем М1 все равно не можем. Мы не можем потребить больше, чем мы заработаем. На будущее мы деньги можем, конечно, передать. То есть с наклоном минус единица, здесь предполагается отсутствие инфляции, мы можем взять и часть денег оставить еще и на следующий год. Понятно, что так не стоит поступать, если у нас сегодняшний доход маленький, а завтра полагаем его увеличение. Но во многих случаях могут быть противоположные ситуации. Мы сегодня зарабатываем много, а в будущем наши доходы могут сократиться. Как раз для людей, которые готовятся к выказанной. И тогда можно просто взять и под подушкой какие-то забережения оставить. Если у нас инфляция присутствует, то, соответственно, наклон будет не равен минус единице, а мы какую-то часть денег теряем. То есть то, что мы передаем на будущее потребление, оно будет меньше, чем сегодняшняя величина. То есть наклон оказывается более полуцентным. Тоже возможно изменение данной модели и ничего не противоречит. Но главное, что мы можем увеличивать потребление только в будущем. Сегодняшняя, а в будущем, что будет. Следственное новостное потребительских возможностей это та трапеция, которая у нас нарисована. И оптимальный выбор. Дальше мы смотрим, где на этой трапеции достигаются. Вариант второй, более реалистичный, чем более экономики, что мы можем и брать, и давать взаймы под некоторые проценты. Вот это, в настоящей модели, что у нас есть единый процент, R процентов, от которых мы можем и занимать деньги, и наоборот давать в долг. В реальной жизни проценты по дипозиту и по кредиту отличаются. То есть можно рассмотреть модификацию. Когда у нас есть 2 процента, R1 составляет процент, когда попытаемся увеличить первоначальное потребление, и этот процент оказывается меньше, то есть это более полугое ограничение. Дальше более крутое ограничение. То есть у нас вот эта вот точка M1, M2 соответствует уровню того, что имеется у человека первоначально, если он живет только за счет своих доходов, и не пользуется возможности общей распределения. Ну вот у нас было ограничение, которое равняется единице. Что означает, что ограничение равняется единице? Мы просто можем передавать деньги в будущее, ну вот туда занимать безпроцентно мы не можем, но в будущее передавать деньги безпроцентно. Но нам выгоднее не просто положить деньги, нам выгоднее взять и положить деньги в банк и получить хотя бы какой-то процент. Соответственно, вот этого ограничения оказывается более крутым. Если мы рассматриваем вопрос о займе денег на будущее, то, соответственно, это ограничение будет еще более крутым. как утрируем, чтобы было видно, что это происходит, мы получаем вот такого-то ограничения. В принципе, такие модели потребления мы рассматривали, когда небольшое количество продукции мы могли потребить в фольгу при цене, дальше шлах более высокая ограничение. Вот выясняется, что та ситуация, она вполне применима, но совершенно для другой задачи, для задачи международного. Ну, здесь мы упрощаем ситуацию, мы считаем, что процент по кредиту и депозиту одинаковый. То есть у нас получается как сетка примерно вот такая. Но оно, конечно, идет более круто, чем ограничение с наклоном минус-седница. У нас вот это вот одно, это минус единица плюс процент. То есть есть по 10 процентов годовых мы можем занимать деньги в банке на класть на депозит средств получается наклон минус-седница. Соответственно, в зависимости от доходов двух периодов, предпочтений и процентной ставки потребитель может быть либо заемщиком, либо кредитором. При этом изменение каких-либо из этих трех показателей для одного и того же потребителя может сменить его поведение. Как это происходит? Ну, собственно, вот несколько примеров, которые можно привести. Итак, если у нас меняется вот этот начальный запас, у нас есть первоначальный вариант начального запаса М1. Вот М1 и М2 второго товара это начальный запас для человека, который сегодня зарабатывает мало, а завтра зарабатывает мало. То есть, если у человека, который начинает свой жизненный путь сегодня, он устроился каким-то стажером, у него заработная плата маленькая, а завтра ему обещают повышения. Что тогда он будет делать? У него есть ограничения с наклоном минус единицы плюсом. Он может либо положить деньги в банк, либо занять деньги в банк. В данном случае понятно, что он будет делать. Он хочет более-менее выровнять свое потребление в первом или втором периоде. Не обязательно в соотношении один к одному, может быть какая-то иная функция полезности. Но в целом, в любом случае, мы здесь скорее всего будем наблюдать его желание сегодня потреблять чуть-чуть повозже. Следственно, он идет в банк, занимая денег, берется ипотечный кредит, занимает деньги на покупку телефона, компьютера и так далее. И в будущем, когда он получает на денег больше, расплачивается. Если мы наблюдаем другую ситуацию, даже, возможно, с этим же самым человеком, спустя некоторое время, он зарабатывает много, то есть теперь в первый период, в сегодняшний период, у него доходы высокий. Но в будущем он ожидает понижения доходов. Например, в финальной части своей жизни, когда переставит работать, планирует выйти на пенсию, понимает, что государственные пенсии это совсем немного, и ему не получится жить так же вольготно, как он жил, когда получал достаточно большие доходы. Может быть, какая-то другая ситуация. то, что быстро могут поменять поведение, это, например, ожидание экономического кризиса. Что люди начинают делать, если ожидают экономического кризиса? Вот только что он там брал кучу кредитов, ипотеки и так далее. Если ожидается, что на следующий год будет что-то плохое, то сего могут понизить зарплаты, он вообще уволит. Наверное, он будет более аккуратно подходить к сегодняшним тратам, и, соответственно, он старее всего будет пытаться отложить на черный день. Вот здесь мы это и наблюдаем. То есть, его потребление, потребление находится в той же самотечке с последним тильдом, не меняется. Но они, в данном случае, уже по другую сторону от начального запаса. То есть, человек сокращает потребление в первый период времени, деньги войдет в банк, этот банк дает ему какой-то процент, ну и в следующий год он тратит не только то, что он заработал во второй год англажских, а еще и людей, которые получают сочетки отложки. Это первая ситуация, когда меняется соотношение между его вот этими начальними запасами и теремых заходов. Второе, ну у него могут быть где-то новые предпочтения, то есть у разных людей могут быть разные предпочтения. Собственно, люди с абсолютно одинаковым уровнем захода первый и второй период с одинаковыми возможностями по выходу на банковскую систему, то есть никакой образом процентные ставки не меняются. Но для этих двух людей поведение будет разным. Кто-то хочет как можно больше потребить сегодня, уторвать от жизни сегодня все, а будущее будущего нет состава. Старок не будет вообще интересовать сегодня получить от жизни. Пока их силы получать от жизни надо ее. Вот это потребление, которое описывается предпочтениями угла. То, что у нас наверху, это наоборот. Ну, сегодня надо сначала заработать, поставить налоги, а уже потом когда-нибудь выйду на пенсию, я тогда буду развлекаться, тогда я буду тратить заработанное это все уже нет. Ну, такая ситуация тоже возможна в таком утрированном понятии, но, по крайней мере, если мы доверяем банковской системе, какие здесь могут быть проблемы, то, что нету, доверие банковской системе, и если я откладываю деньги, считаю, что через год у меня непонятно, что будет, будет ли гарантия, что эти деньги инфляции съест, и банк не разорится, а про систему страхования вклада, я ничего не знаю. Но вот эта ситуация уже не соответствует , наверное, будущему варианту развития России, а вот что касается горизонта на 20-30-40 лет, вот здесь неопределенность очень-очень высокая. Что будет с моими средствами, которые я на такой длительный срок положу либо в банк, либо возьму, открою счет в государственном пенсионном фонде, и не сгорят эти деньги и не средства и инфляция. Но вот здесь уже зависит от отношения людей к банковской системе, ну и, конечно, по поводу отношения к сегодняшним и будущим количествам предпочтениям. Вот два человека с разными предпочтениями в одной ситуации будут вести себя по-разному. Первый будет зающим, заемщиком, второй будет перед ворок. Третья ситуация. Ситуация может поменяться для одного уровня дохода и одинаково почти, то есть, совсем для одного человека, если меняется процентная ставка. Ну, процентная ставка может, во-первых, изменить поведение человека по количеству средств, которые он будет в классе банка или занимать банк. А во-вторых, может поменять даже направление, то есть, он был заемщиком, стал кредитором или наоборот. Вот, что мы здесь видим. У нас есть ограничение, которое соответствует наклону R1 процентная ставка. Ну, мы говорим, что наклон, чем меньше процентная ставка, тем более пологий наклон. У нас наклон составляет минус 1 плюс R. Ну, минус означает, что функция убывающая, а 1 плюс R это абсолютная величина наклона. Если у нас можно занимать деньги беспроцентно, то это означает, что наклон просто равняется минус 1 самая пологая. Если процентная ставка становится выше, выше, то у нас данное наличие разворачивается и мы получаем картинку с R2. Что мы здесь можем наблюдать? Ну, во-первых, наверное, если увеличивается процентная ставка, то мы менее готовы занимать деньги в банке и более готовы деньги в банке в банке. Чем выше процентная ставка, тем выше готовность деньги в банке. Ну, вот и получается, что у нас оптимальное поведение одного и того же потребителя с одними и теми же предпочтениями будет меняться. Если процентная ставка низкая, мы находимся на правой области, соответственно, мы являемся заемщиками. Если у нас процентная ставка увеличивается, мы, наоборот, стараемся меньше тренироваться, может быть, наоборот, становимся вкладчиками в банк. Ну, например, на что это может повредить, если говорить про индивиду? Довольно большое количество людей, которые в настоящее время никакой образом в банке деньги не кладут, не являются держателями депозитных счетов. А вот когда были всякие перимидальные структуры, которые обещали дикие проценты, даже говорим про 90-е, говорим про 2000-е годы, когда были финансовые компании, которые зарабатывали на фондовом рынке, на самом деле из 2000-е годов очень хорошо зарабатывали и какую-то часть этих средств передавали клиентам. Вот тогда эти люди вкладывали на деньги, потому что под 5% годовых или даже 7-8-9-10 они не готовы вкладывать средства, а если я вам обещаю 30-40-100-100-000 или как в сто раз вымещаются полгода, тогда люди начинают деньги вкладывать. Другое дело, вопрос, насколько И наоборот, если уменьшается процентная ставка. Человек никогда не думал о том, чтобы занимать деньги в банке. Но если вдруг процентная ставка становится очень низкой, то он начинает так себя вести. Ну, допустим, довольно большое количество людей сейчас используют эти краткосрочные рейты, которые предлагают банки, например, до 50 дней, до 100 дней, можем вообще беспроцентно пользоваться деньгами по кредитной карте. У нас есть вот этот самый годный период. И, конечно, эти люди по-прежнему стараются не занимать деньги под процент, который предлагает нам банк. Но если процентная ставка нулевая, то вот этот период они стараются пользоваться. Соответственно, они уходят в эту правую область, в зону заемщиков. Ну, либо, например, человек, который не готов брать ипотеку под 12% годовых, сейчас она снилилась до 9%. Соответственно, он уже подумывает и говорит, вот если она снилится еще на пару-трольку процентов, я тогда ипотеку возьму. Тоже поведение человека меняется за счет этого процента. Значит, та же самая модель, разворот, ограничение, причем разворот осуществляется в точке начального запаса. Уравнение скутского для моделей межфременного выбора. Ну, собственно, очень знакомая картинка, только опять-таки другие обозначения. Теперь мы будем рассматривать потребление. Ну, например, потребление человека в первом периоде и его изменить. Дельта С1 равняется Дельта С1С минус Дельта С1М, деленная на Дельта М, удовлетворенная на разность С1 и минус С1. Абсолютно та же самая ситуация, что мы имели с рынком труда и с той теоретической моделью, которую мы разобрали на предыдущие. У нас есть эффект замещения. Если процентная ставка у нас падает, что люди начинают делать? Они начинают больше занимать. Соответственно, Дельта С1С будет положительным. Мы сегодня стараемся потребить больше при снижении ставки. Если ставка повышается, то мы, наоборот, уменьшаем рублей. Это первая составляющая. Но есть вторая составляющая, которая, во-первых, говорит о том, как меняется доход при изменении R. Ну, мы говорим, что если у нас процентная ставка снижается, мы можем занимать деньги больше, люди становятся более богатыми. И, соответственно, нам проще, так скажем, перевести потребление на R. Но при этом у нас есть потребление и у нас есть та сумма, которая изначально имеется, M1. И мы можем быть заемщиками, то есть C1-R, 1 может быть положительным. А мы можем быть кредиторами, в принципе, предыдущей картинкой. Тогда C1 сегодняшнее потребление меньше, чем наш сегодняшний данный. И, соответственно, вот это второе слагаемое, оно может быть абсолютно любого узнания. Вот если в модели труда у нас значение было всегда одинаковое, потому что у нас был запас, который составил 24 часа, и какую-то часть из этого запаса мы могли работать, какую-то часть мы могли отдыхать. Мы не могли отдыхать больше 24 часов в сутки, ровно так же, как мы не могли работать больше 24 часов в сутки. Здесь у нас может быть сдвиг в любую из сторон, относительно вот этой точки начального запаса, относительно разворота. И, соответственно, результат будет зависеть от той роли, которая играет потребитель. То есть все остальное у нас, в общем-то, записи ран по камере и по знакам. Ну вот, например, если мы говорим про некоторые ситуации, мы можем заранее сказать, как вылечить у себя заемщик. Картинка, заметим, ровно такая же, как у нас вчера на лекции было относительно покупателя и продавца в квартире, заемщик или при этом. Итак, ситуация падения процентной ставки. Могут происходить сохранения рода участия. То есть если раньше человек занимал какую-то процентную ставку в банках, готов был занимать даже по 15% годовых, то если процентная ставка падает до 10%, он тем более будет занимать, скорее всего, занимать будет еще в большем количестве. При этом ему выгодно от того, что процентная ставка падает? Да, выгодно. Соответственно, он гарантированно получает увеличение болезни. Это вот эта ситуация, когда более крутого ограничения, мы переходим к более пологому. Человек и раньше являлся заемщиком, и теперь он тоже является заемщиком. Он старается потребить в первый период времени больше, чем он в этот период времени зарабатывал. Вторая ситуация с кредитором. То есть человек имел какой-то депозитный счет, а теперь процентная ставка по этому вкладу падает. Ну, ему это действительно не очень хорошо. Когда ему заветно будет плохо, то он от этого потеряет. Когда он по-прежнему принимает решение, что он этот вклад сохраняет. Ну, возможно, он теперь будет в другом количестве денег хранить. Раньше он пытался заработать на этом. Дерев понимает, что заработать не получается. Он может только сохранить средства от инфляции. И, естественно, он может уменьшить величину вклада. Но в любом случае, даже если он изменил величину вклада, то есть он мог по-другому поступить, чтобы приведут вполне типичный кривой безразличия, который является бывающими руками. Точка х шрифт могла находиться в фрианле, левее, чем точка х. Но главное, опять-таки, одно. Если человек становится кредитором, заведомо кривая безразличия, проходящая через х, находится выше, чем кривая безразличия, проходящая через х. Человеку заведомо становится хуже. То есть если кредитор остается кредитором, то его полезность гарантирована. А вот в некоторых ситуациях он может поменять его. Значит, если он был кредитором, а становится заемщиком. Процентные ставки упали настолько сильно, что раньше я пытался заработать, вкладывая деньги в банк. Теперь я понимаю, что я там ничего не заработаю. Но зато я могу начать покупать что-то, что раньше мне было недоступно, под высокую процентную ставку. Я не готов был там ни в апотеку вкладываться, ни какие-то крупные траты делать, машину купить. Сейчас для меня кредиты становятся более реалистичными. Но в первой ситуации полезность падает. То есть человек становится, в данном случае, заемщиком средством, приходит в банк, какую-то сумму занимает, но он понимает, что его потребление стало хуже, чем было раньше, когда он жил не только на зарплату, но и на эти деньги, которые я делал. Например, приносили финансовые компании, которые уплачивали очень высокие проценты. Вот ситуация была в 2000-х годах, и то, что произошло после 2008-го года. До этого человек хорошо жил до счет процентов с финансовой компанией, теперь эта опция для него стала недоступной. он вполне реалистично подошел к делу, он стал не вкладчиком, а наоборот соемщиком в деньги, по полезности. А вот если особенно ставка процентная упала очень сильно, и возможно он перешел достаточно далеко от своего первоначального запаса, тогда вполне возможна ситуация, что у него полезность выросла. Ну, например, если раньше я вкладывал деньги в банк, ну, банк там выплачивал мне какой-то процент, я этот процент добавлял к своему основному доходу в 2-й период и что-то покупал. Ну, полезность моя росла, но была, скажем, не очень высокая. Но, по крайней мере, у меня не было возможности правильно перераспределить свое употребление, допустим, я был человеком не очень обеспеченным, и, соответственно, мне какие-то блага жизни, я хотел по миру поединить, я хотел там себе эту машину, которую я хотел купить. В этом мне было доступно только кредит, кредит был дать. А теперь кредит становится очень дешевым, ну, собственно, как-то в Европе можно взять кредит, в процент, в порядка 3-4% в год по некоторым видам кредитов, такие ставки доступны. Ну, соответственно, что это получается? Я теперь могу взять кредит и могу сделать, наконец-то, употребление в том соотношении, которое я хочу. И какое мне предлагает моя сегодняшняя низкая заработная плата, несмотря на все перспективы ее роста в ближайшем случае, но я могу употреблять так. И полезность в данном случае может увеличиться. На этой картинке мы наблюдаем ровно эту ситуацию. Симметрично происходит изменение, если у нас растет процентная ставка. Если процентная ставка растет, кредитор всегда остается кредитором с ростом полезности. То есть я раньше под низкую процентную ставку деньги в банк клава, значит, под более высокую, я заведомо буду плачивать в банк еще в большем количестве и в итоге моя полезность должна от этого увеличиться. Есть заемщики, которые остаются заемщиками. Они заведомо теряют полезность. То есть я занимал, а теперь я вынужден занимать под более высоких процентов, мне от этого плохо. Но есть заемщики, которые становятся кредиторами. То есть я раньше брал кредиты, теперь кредиты для меня слишком невыгодные, но зато я могу заработать хотя бы на ставку по депозиту, если эти ставки... Когда в некоторых ситуациях я могу выиграть, особенно если ставки по депозиту становятся очень высокими. Ну, пример опять-таки с финансовой компанией. То есть я раньше занимал деньги в банке, а теперь в банке повысили процентные ставки, у нас какая-то там не придется, инфляция, при этом очень высокая волатильность фондового рынка, но в течение некоторого количества времени он начинает бурно расти. И средства финансовой компании, которые работают на фондовом рынке, они предлагают высокие процентные ставки. Что я начинаю делать? Я начинаю вкладывать в эти финансовые компании, и если я получу эти деньги действительно, то моя полезность вырастет. Несмотря на то, что я хотел бы кредитировать другую струк потребления, я хотел бы быть изначально не кредитором, а заемщиком, но вот так сложилась жизнь, процентные ставки изменились, что я поменял свое поведение. Каким образом здесь можно учесть инфляцию? Инфляция достаточно важная характеристика. В России особенно важна, в разных странах чуть меньше, но даже там, если мы сравниваем уровень цен в Штатах, которые будут в 70-80-е годы и сегодняшний уровень цен, то эта разница будет не на проценты, это, можно сказать, чужой транзит. То есть, если мы рассматриваем длительный промежуток времени, даже инфляция 2-3% в год, это очень серьезная увеличена. Если мы рассматриваем инфляцию сопоставимую с 10% на которой я наблюдал в 2000-е годы в России, то это куда серьезно? Ну, не говоря уже про инфляцию более высокого уровня, 90-е годы в России или вообще гиперинфляцию типа Зинбабве, тогда, конечно, ну, тогда, если мы говорим про гиперинфляцию, конечно, никакого учета тут ввести не получится, потому что никаких финансовых инструментов переноса денег в будущее вообще не существует. То есть, только вложение в реальная активность. Ну, во-первых, нужно понимать, что у нас есть номинальная ставка процентов, а во-вторых, есть реальная ставка процентов. С учетом пунктиаций. Ну, какое точное ставка шеи? Всегда нам нужно расслабливать такую мультипликативную модель, то есть единица плюс рот, где рот это реальная ставка процента, равняется единица плюс р, деленная на единицу плюс р. Ну, например, если вдруг мне банк предлагает 10% годовых и в стране 10% инфляции, что это означает? Что моя реальная ставка процента просто равняется нулю. Если у меня инфляция, допустим, где у меня инфляция? Давайте здесь. Инфляция равняется 8%, а банк по-прежнему предлагает номинальную ставку 10%. Ну, приближенного, конечно, можно сказать, что примерно 2, но если говорить точно, во сколько раз приумножает моя сумма банка? Моя была сумма А, после того, как я год продержал под ставкой 10%, у меня стало на 10% больше, то есть А умножить на 1,1. при этом инфляция увеличила все цены в 1,08 раза. Соответственно, моя покупательная способность уменьшилась в 1,08 раза. Ну и мы что-то получим, да, приближенно это будет 1,02, но при высоких уровнях инфляции так уже поступать нельзя. При нескольких, наверное, там будут какие-то отличия в сотах или в тысячах долях и, конечно, походы они не сделают. Но вот, допустим, даже для России, особенно если мы рассматриваем более длительный период или один год, нам все-таки нужно считать по правилам этой ставки. Ну и, соответственно, если иенец плюс р равняется единица плюс р деленное на единицу плюс пин, отсюда можем выразить р равняется единица плюс р деленное единица плюс пин минус единица и когда мы на единицу плюс пин то есть р минус и это как раз 10% минус 8% те самые 2% которые мы получаем. На самом деле 2% разделить на единицу минус эту инфляцию на 1,08. Вот сколько раз мы ошибемся в предъявлении использования формулы простого процента. Ну, 8% это, наверное, еще не критично, тем более не критично для европейских американских уровней инфляции близких к нулю 0,1,2,3 даже величина будет очень невеликанна. А вот если у нас инфляция 20%, то, наверное, это уже более-менее значимо, потому что, допустим, если у нас реальная ставка 5%, то мы делим, скажем, на 1,2 6%, что было не было почитать. Если у нас реальная ставка 6%, мы делим на 1,2 получаем уже 5%. 1%, целый 1% съедет неправильный формул расчет. Это будут большие субъекты, если мы миллион положили, 1%, 10,000. Это то, что мы насколько ошиблись в своих расчетах при начшении реальной вещи. Так что пользоваться так правильно. правильно. Но помним, что инфляцию и вообще в целом возможность альтернативного использования капиталов, вложения в какие-то активы, которые приносят догоды, нужно учитывать, если мы учитываем какие-то долгосрочные проекты. из теории межуреенного выбора следует то, что мы можем вкладывать в различные инвестиционные проекты. Ну и как все это считали, вискоминание о весеннем турсе митрая 1, мы должны все будущие доходы, весь поток прибыли, который у нас получается, кэш-плоу, дисконтировать. То есть если мы какую-то сумму получаем через некоторое количество времени, через t лет, то мы должны разделить на единицу плюс d в степени t t. d это тот самый коэффициент дискотирования, который связывает текущий и будущий прибыли иду. То есть грубо говоря, под какой процент я готов вкладывать средства, то есть вполне возможно, что у меня такого инструмента нет, но как-то возможный вариант это тот процент, который мне дает какой-то финансовый или реальный актив, куда я могу вкладывать деньги. Если я вкладываю деньги в банк по 10% годовых, то всякого у меня увеличена деньги ниже, чем 10%. Возможно она выше, возможно по 10% инвестировать в какие-то инвестиционные проекты я не готов, но по крайней мере она не может быть по 9-8-7, если у меня есть гарантированный способ получать Продолжая вот эту тематику, есть такой финансовый инструмент, который более надежен, чем акции. Почему акции плохие? Потому что акции могут очень сильно измениться в цене и если я сегодня покупаю эти акции, то я не знаю, что будет происходить с ними в будущем. Я величину дивидендов, которые по ним будут выплачиваться, не знаю. А если я тем более не хочу вкладывать долгосрочного в всех жителей Соединенных Штатов, есть множество различных акций, пакеты, которые сохранились еще от родителей, от дедушек, бабушек и так далее, то есть они веками уже лежат и приносят просто какие-то дивиденды. И человек на этом не пытается заработать, не пытается следить за изменением курса акций, не пытается покупать, продавать, просто это некий дополнительный адакод, который у них добавляется в заработные платы. Но даже там гарантии, что по конкретному виду акций будут выплачены дивиденды, никаких нет. Компания получила убытки, никаких дивидендов не будет. Даже если она вполне нормальная, но в этом году были большие расходы. Вполне возможно, что наоборот, какие-то годы я буду получать высокие дивиденды, но тоже это прогнозировать не так на проф. акции. Не говоря о том, что если мне нужно эти деньги не на десятилетие отложить, а я хочу просто, у меня есть свободные средства, я хочу скажем так на 3 года или на 5 лет их приумновить, насколько возможно, но банковская система меня чем-то не устраивает. Банки заплачивают. Недостаточно для меня уровня. Какая для меня есть альтернатива? Акции такой альтернатива не является, если мне нужно гарантированно знать, а сколько я получу по акциям среди, я, конечно, могу получить больше, чем банковская система, но я могу потерять очень многое, причем дело не касается конкретной компании, а касается, например, падения всего фондового рынка. То есть в 2008 году российский фондовый рынок упал в 5 раз, соответственно. Если я не в то, что в плохие компании вложил, если я даже в самые лучшие вложил, я все равно потерял будет не в 5, а в 4 или в 3 раза. Все равно моя сумма уменьшилась без того, чтобы заработать. А вот облигация это иная ситуация, это нефигар гарантированный доход, называемый купонный доход, то есть в течение того срока, на который рассчитана облигация, я получаю купонный доход в размере x, ну и по нестечении срока я возвращаю сумму, которая вложена в облигацию, соответственно, номинал облигации, равный и. Есть государственные облигации, есть корпоративные облигации, любые из них, в зависимости от тех условий, которые они предлагают, я могу убирать. Что я делаю? Я считаю, вот тут самое, геноченок, я, как развод, в этой числе, дискотированный доход, или числе, исключенную стоимость, буква B означает облигацию. весь период облигации могут быть и на не очень долгий срок, но могут быть вполне и на 10 лет, и на 20, и на 30. То есть, может быть, я верну свою сумму F спустя достаточно 10 лет. Вот, но зато я каждый год буду получать какую-то сумму X, и единственное, что мне нужно получить, то, что сумма X полученная, например, через 10 лет будет для меня стоить гораздо меньше, чем X сегодня, ну и существенно меньше, чем она будет стоить, если я получу эту сумму лет через 10. Мы делим на 1 плюс R, у нас есть какая-то процентная ставка, вот, и за то, что я все эти будущие денежные потоки привожу к сегодняшему будет. Естественно, я могу опять-таки использовать вот ту самую формулу NQA, которую мы для инвестиционных проектах насматривали. Ну, здесь считается, что процентная ставка, она неизменна. Если у меня, тем не менее, есть какие-то предположения о ее будущем изменении, я вполне могу рассматривать переменную процентную ставку, когда у меня будет единица плюс R в степени T, а произведение единица плюс R это произведение по всем годам и того до этого. Если у меня сегодня ставка 10% и 1 1 должен у многих наставку в следующем году, если она будет 108, мы умножаем на 108, и вот это увеличено у меня дадут 108, степени единицы плюс R в степени T. Есть еще один вариант ценных бумаг, так называемые консоли и перпетал бонс, на русский переводят с богословного консоли по жизненной аренде, то есть это облигации, словом говоря, такие вечные облигации, то есть я получаю сумму X купонного дохода неограниченно долго, соответственно дальше я могу передавать процесс, последники тоже будут получать при этом я не получаю вот этот номинал облигации, который я получал в предыдущем варианте по истечении срока, здесь никакого такого срока нет, но зато при неограниченном сроке я могу вечно получать этот ротан. что важно учитывать, ну наверное в ситуации высокой инфляции консоли не особо будут распространены, потому что то, что я получу через 30 лет, явно инфляции будет съедена и вот эта сумма X в степени единицы плюс R в степени минус T в степени T у нее будет очень маленькая вич так вот сегодня мне обещают что я каждый год буду получать по 10 тысяч рублей для меня это очень важно но 10 тысяч рублей которые я получу через 30 лет превратятся в пшик даже при относительно низкой инфляции потому что за 30 лет тоже серьезные изменения в уровне цены произошли если какие во что превратилась сумма 10 тысяч которые я положил на счет скажем в 91 году сумма мы говорим про ситуацию 2000 дальше получше но сумма в 2000 году и сумма в 2017 году это очень разные деньги заметим в некоторых ситуациях даже в валюте в 2000 году квартиру в Москве можно было купить за 15 тысяч долларов сами переведите по сегодняшнему курсу рублей это 900 тысяч это однушка конечно но это вполне себе новая однушка недалеко от метро ну где-то за третьим транспортом сейчас сумма в долларах заменилась я думаю примерно раз в 10 наверное по сопоставим квартирам сами понимаете во сколько она изменилась сегодня ну вот кстати таблица которая переводит те деньги которые я получаю спустя некоторое количество времени при разных ставках процентов да заметим что первое это не обязательно дословно ставка процента это может быть ставка которую я могу получать от банковских техники банковские проценты ставка банка не вот 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 величина mpvb это та стоимость облигации которая может ожидаться на рынке потому что облигации покупаются продаются если мне надоело вот эту консоль держать по пожизнной ренте я могу продать иному то есть не означает что я должен вечно и владельц не могу но те клиенты которые будут ее покупать они точно также будут оценивать ее стоимость естественно вопрос будет мне какая-то азота я не могу это так вот если ставка 5% то уже через 10 лет у меня останется в моей сумме 61% а через 30 лет например 23 то есть конечно это все равно достаточно значимая величина то есть если мы рассматриваем 10% то останется через 6% ну и и так далее то есть 20% за 1 год я теряю 20% почему здесь будет не 80% потому что я должен разделить на 2 целое 2 десятка я делюсь 1 целое 2 десятка квадрат на 1 целое 44 соответственно получаем 0,67 ну и видим что через 20 лет у меня останется 1% имеющийся сумме маленькая добавка к теории общественного благосостояния значит мы в том числе в прошлом году изучали такую тему как излишне производителя излишне потребителя и общественное новое состояние мы говорили что есть функция спроса и функция предложения на рынке и соответственно если у нас складывается например равновесная цена если у нас рынок не будет почему потому что есть суммы которые потребитель в состоянии сэкономить от того что есть гораздо дороже покупать этот товар чем его цена на рынке цена на рынке для всех одинаковая 200 рублей но есть люди которые готовы покупать его по 1000 по 800 по 600 и так далее но они же не платят эту повышенную сумму если у нас не работает организм ценовой дискриминации соответственно эти деньги остаются у них товар и вот это увеличила потребительский излиш то что наоборот обратно предложение до цены находится это излиш производителя делая его прибыль и нас на самом деле не интересуют как правило сами вот эти вот величины а нас интересуют их изменения если каким-то образом меняются цены ну например мы берем и меняем цену устанавливаем монопольную цену что тогда получается тогда потребители оказываются в достаточно неприятной ситуации когда каждый из покупателей каждый из тех кто все-таки решается на покупку этого товара сейчас экономят сумму гораздо меньше на высоту вот этого излишка на разницу между пм и минус по сравнению кроме того появляются потребители которые вообще не в состоянии купить данный товар и соответственно у нас получается в этой подъемной нагрузки что в этой ситуации мы могли посчитать мы могли посчитать излишек потребителя собственно площадь вот этой вот фигуры от цены до обратной функции спроса мы могли посчитать излишек производителя площадь фигуры от цены до функции предложения мы могли просуммировать посчитать общественного благостояния пока никаких вопросов у нас не возникало казалось что все правильно но если рассматривать какие-то тонкие детали поясняется что не все так хорошо почему потому что это у нас всего лишь один единственный товар вот представим что у нас монополизм увеличил цену то есть у нас цена была по созидушке а стала по это понятно что у нас поменяется поведение человека он станет этот товар покупать меньше или больше чем раньше но если он как-то поменяет свое поведение у него наверное изменится сумма которая останется на другие товары конечно у кого-то то есть есть в принципе вариант что человек тратил на этот товар тысячу но после того как товар подорожал со 100 до 200 рублей он просто изменил потребление с 10 до 5 единиц и по-прежнему тратит на этот да такое может быть но большинство наверное как-то меняет поведение соответственно их сумма поделяемая на остальные товары она станет другую у кого-то она увеличится у кого-то она уменьшится а что это означает а это означает что эффект на общество которое возникает при изменении цены он не складывается только из излишка потребителя ну и излишка производителя если мы рассматриваем с вами государственное благостание не только потребителя но и на то как изменится поведение потребителей по отношению к каким товарам все остальные товары у нас сохраняются вот вот эта вот проблема она существует и решается только для одного единства а именно для так называемых квазиринейных функций полезности что означает квазиринейные функции полезности параллельные кривые безразличия то что эффект дохода не меняет потребление людей то есть видим что товар х он потребляет в одном и том же количестве вне зависимости у нас доход низкий или доход более высокий вот в данном случае как бы мы не перетаскивали те деньги которые мы оставляем на остальные товары при изменении цены данного товара у нас потребление других товаров не изменится это означает что нам достаточно ограничиться нашим товаром и то что мы получали излишних потребителей это вполне адекватная характеристика которая описывает изменения полезности потребителя то есть сколько денег он в данном случае экономит или наоборот дополнительно тратит это не влияет на остальные товары и на этом все же вот но квазилинейная функция полезности не так много где они могут встрибаться в жизни вот и поэтому чаще всего у нас будут некоторые отклонения дальше вопрос как мы к ним относимся мы можем их игнорировать понятно что эти изменения поведения относительно других товаров они будут достаточно невелики то есть понятно особенно в современной экономике когда этих товаров тысячи изменение цены какого-то на поведение относительно других если это не близкие заменители если это не дополняющие товары близкие товаров но мы можем использовать два таких способа первый называется компенсирующая варианта у нас есть товар плюс один у нас есть товар плюс два и у нас меняется цена была цена на товар низкая а потом она стала более нахожая и у нас повысила цена что тогда происходит тогда мы меняем поведение вот у нас старый вариант который составлял количество x вот у нас содержит ну допустим что иния это просто количество оставших отелек которое у нас имеет с теми движения что тогда мы можем взять и посчитать мы можем посчитать расстояние мегче лубляет функция мегче мегче лубляет и безволичья то есть мы взять и посмотреть а при каком доходе у нас будет полезность при новых цена такой же как раньше и посчитать расстояние от пересечения социо-18 функциональной линии до вот этой главой точкой где происходит развод про мегче лубляет то есть сколько денег нужно дать клиенту чтобы было состояние не изменилось по сути дела посчитаем 10 доходов в таком клиенте можем делать субъектрическую мы можем рассматривать что у нас то же самое старое потребление х но мы смотрим а сколько денег надо было отобрать при старой цены чтобы полезность потребителя уменьшилась ровно в той же пропорции как она изменилась в 4 и опять непонятная вариация это разница между точкой разворота и пересечением вот это последний наверное аспект на что мы обратим внимание в сухом лице поведения ну а на следующей неделе мы уже перейдем на эти вещи тоже в сухом арте